Утро на Болткоме Можно с уверенностью сказать, что люди, появившиеся в этот день, обладают каким-то даром воображения, потому что сразу три писателя с богатым воображением родились. Это Шарль Перро, французский поэт и писатель-сказочник, это Джек Лондон, американский писатель, Белый Клык, Зов предков, масса других книг, и еще Харуки Мураками, тоже невероятно популярный ныне живущий японский писатель и переводчик, который обожает и джаз, и много еще чего. И смотрите, еще у нас в этот день появились Владимир Мулявин, это основатель Виа Песнеры, и практически вот наше все, Раймонд Валдемарович Паулс, наш знаменитый композитор, дирижер, пианист, автор самых, наверное, любимых народом хитов, так что поздравляем. И этому тоже будет посвящен сюжет, но в следующем часе. Ну, а вот пока, пока собираешься на работу, идешь по дороге и видишь недовольные лица дворников, которые как-то уже забыли о том, что такое снег. Начинают разгребать этот снег лопатами как-то с явным выражением неудовольствия. Что это такое вообще? Мы уже привыкли к тому, что как-то зимой должно быть все по-другому, где глобальное потепление. И на эту тему мы сейчас побеседуем с начальником отдела климата и численного моделирования Латвийского метеоцентра. Надеюсь, ничего не перепутал. Светлана Анискевич, здравствуйте. Доброе утро, Светлана. Доброе утро. Ну, вот где это самое глобальное потепление? Вот сразу этот вопрос подрисую. Глобальное потепление никуда не делось. Оно как было, так и осталось. То, что мы иногда наблюдаем какие-то, возможно, не очень привычные погодные явления, хотя отмечу, что то, что сейчас творится за окном, это не что-то необычное. Просто действительно за предыдущие зимы мы уже отвыкли от таких снежных и, возможно, холодных зим. И поэтому нам кажется, что это что-то редкое, что-то необычное. Но, как я уже говорила, изменение климата, оно как было, так оно и продолжается. И, наверное, для того, чтобы подтвердить свои слова, расскажу немножечко статистики. Например, прошедший год, 2020, в Латвии был самым тёплым годом в истории. Хотя, может быть, в памяти он не останется таким, потому что самыми тёплыми были именно зима и осень. То есть зима, осень, они тоже стали самыми тёплыми в истории. А вот лето было не таким тёплым. И, наверное, это тоже один из тех показателей. Обычно, думая о глобальном потеплении, люди думают, что вот, лето станет теплее, замечательные отпуска будут. Но, к сожалению, это не происходит так. Итак, глобальное потепление, оно неравномерное. И если смотреть тенденции, мы наблюдаем, что именно минимальные температуры значительно увеличиваются. И этому показателю как раз предыдущая зима, которая была самой тёплой. И у нас в памяти осталась она практически бесснежной. И, между прочим, на некоторых станциях наблюдения даже не было снега. То есть на побережье, это Венспилл, Сколк, Айна же и в Елгове не было снежного покрова в прошлом году. И поэтому нам кажется, что то, что сейчас творится за окном, это что-то необычное. Коллеги-синоптики прогнозируют, что есть вероятность на некоторых станциях, может быть, температура опустится до минус 25. Но это тоже ничего необычного. В принципе, такая температура опускается достаточно часто. Если мы смотрим последние 60 лет, то ниже минус 25 не опускалось всего лишь в четверти случаях. И, в принципе, это достаточно частое явление. В прошлый раз минус 25 было в 2018 году, а минус 30 было в 2017 году. То есть, в принципе, это нормально, это обычная зима. Только мы уже немножечко от них начинаем отвыкать. Вот вы сказали, что за последние 60 лет. А вообще, сколько ведутся наблюдения, какой, я бы сказал, массив данных существует за какие годы, которые можно анализировать? Потому что я понимаю, что есть какие-то, предположим, летописи или что-то в этом роде. Но если мы говорим о каких-то научных данных, а не Зелу, Беши, ЕСИ, было сильно холодно. Ну и вот это сильно холодное, в общем-то, непонятно, не пришьешь к статистике. Повсеместно наблюдения в Латвии начались в 1924 году. То есть, у нас почти 100 лет наблюдений. Но на некоторых станциях они начались еще раньше. И самые длинные ряды в Латвии – это Рижская станция. У нас есть доступ до данных конца 18 века. То есть, в принципе, достаточно длинные ряды, чтобы наблюдать изменения и следить за ними. А когда вообще появились первые станции наблюдения за погодой и метеорологические станции? И чем это было вызвано, появление этих станций? И как они менялись, может быть, со временем? В принципе, конечно, это все было вызвано интересом. Так же, как люди наблюдали за какими-то процессами. Они также их интересовало, что происходит в природе. И пытались это как-то описать, как-то дать этому объяснение. И постепенно начали записывать. Сначала, конечно, это были просто наблюдения. Действительно, как вы упоминали, в летописях было тепло, жарко, море замерзло, например. И постепенно появлялись инструменты, появлялись инструменты. И со временем, в принципе, это уже переросло в научные наблюдения, в записи, которые мы сейчас можем исследовать. Сколько вообще таких станций метеонаблюдения существует в Латвии? И что такое станция? То есть это человек, который сидит с блокнотом и авторучкой, все время смотрит на термометр и записывает что-то? Или это в каком-то совершенно другом виде происходит? Сейчас, на данный момент, у нас более 30 станций, и они размещены по всей территории Латвии. И метод и процесс наблюдения, он менялся во времени. И если действительно еще несколько лет назад на некоторых станциях у нас были люди, которые работали 24 на 7 посменно и проводили наблюдения, то сейчас, насколько мне известно, Латвия — единственная страна в Европе, в которой все станции автоматизированы. То есть у нас больше нигде нет наблюдателей на станции. То есть сейчас станция выглядит как такое небольшое поле, территория, которое огорожено, и в ней размещены сенсоры. Очень много сенсоров, очень много различных, начиная от привычной, например, температуры воздуха, заканчивая разными интересными сенсорами, которые, например, меряют высоту облаков и облачность, и, например, сенсоры, которые меряют, которые определяют погодные явления и так далее. То есть, в принципе, достаточно разнообразный комплект сенсоров, порядка десятка, может быть, на станциях. Он меняется от станции к станции, но сейчас все наблюдения производятся автоматически, производятся с каждую минуту. И, в принципе, в метеоцентре мы уже получаем оперативную информацию каждую минуту, и мы имеем представление, какая погода на всей Латвии. Куда вы дели тех несчастных метеорологов, которые раньше сидели на метеостанции, но не потеряли ли они работу, не пришлось ли им переквалифицироваться? К сожалению, да, это был взаимосвязанный процесс, поскольку мы все перевели на автоматику. К сожалению, не удалось найти возможности, найти другие задания для наблюдателей. Тем более, как я уже упоминала, станции размещены по всей территории Латвии, и сейчас у нас остался метеоцентр только в Риге. То есть коллеги, которые работали, например, в Дауге, в Болсе или в Венспас, у них тоже не всегда была возможность переехать в Ригу и работать там, соответственно. Вот так вот. Роботы отнимают работу у людей. Вот то, что мы постоянно слышим в каких-то таких страшилках футуристов. Но вот похолодание, то, что сейчас прогнозируется в России, мы получаем всевозможные данные научного руководителя гидрометеоцентра, вашего коллеги России, Романа Вильфанда, который говорит о том, что Россия ожидает резкое снижение температуры даже ниже нормы на более чем 10 градусов. Вот этот холод, он затронет Латвию? Придет ли к нам, ждать ли его в какие-то ближайшие дни? Ну, насколько мне известно, коллеги-синоптики действительно прогнозируют и похолодание в Латвии, и оно будет ближе уже к концу этой недели, примерно, может быть, с четверга. И на протяжении примерно недели действительно будет похолодание. Но это не будет, как я уже упоминала, что-то экстремальное. То есть существует вероятность, что на некоторых станциях будет, может быть, минус 25. Но, опять же, как я упоминала, минус 25 – это не экстремальное для нашего климата. То есть, да, похолодание прогнозируется. В этих прогнозах, вот, когда мы говорим о том, что со стороны России идет, значит, там аномальный холод и снег, нет ли какой-то политической составляющей, вот, что какие-то страны нам несут какие-то климатические бедствия, а другие, наоборот, там, со стороны Швеции, там, пришли какие-нибудь теплые воздушные массы. Погода – это физика, физика атмосферы, и она никак не связана с политикой. Хорошо. Я напоминаю нашим слушателям, что мы беседуем с начальником отдела климата и численного моделирования латвийского метеоцентра, ну, ключевое слово «метеоцентр» Светлана Анискевич и телефоны в нашей студии 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Можно задавать любые, ну, интересующие вас вопросы, которые касаются изменения климата. Вот мы видим, что люди сидят по домам, сейчас в этих всех карантинных, ЧАЭСных временах меньше люди стали перемещаться, ездить, меньше, соответственно, каких-то выбросов углекислого газа на машинах, самолеты меньше летают. Вот это каким-то образом влияет на погоду, то есть вот эта деятельность человека, которая сейчас немножко снизилась. По оценкам глобальной службы атмосферы, насколько мне известно, действительно, ограничения на передвижение, на какую-то деятельность привели к уменьшению выбросов, антропогенных выбросов и особенно улучшению качества воздуха. Однако концентрация углекислого газа значительно не изменилась, она осталась в рамках ежегодных колебаний. И по оценкам Организации объединенных наций, в принципе, вот то наблюдение выбросов, что мы наблюдали, оно приведет всего лишь к изменению температуры на 0,01 градуса к 2050 году. То есть, по сути, это изменение выбросов, оно достаточно незначительно. Мы должны уменьшать и придерживаться такого темпа на протяжении 30, может быть, 40 лет, чтобы действительно мы почувствовали это изменение. То есть, это достаточно незначительно в рамках, в глобальных рамках, в рамках изменения климата. Но то, о чем обычно не задумываются, когда мы говорим про пандемию ковида и ограничения передвижения, как это повлияет. Например, это также повлияло и на метеорологию в плане того, что, как я уже упоминала, на некоторых станциях в мире, в Европе есть наблюдатели. И, конечно же, какие-то ограничения могли повлиять, потому что люди работают 24 на 7. Но отчасти также это повлияло уменьшение перелетов, поскольку на коммерческих самолетах установлены сенсоры. И они измеряют в основном температуру и ветер, скорость, направление, например. Например, поскольку, как мы знаем, было уменьшение в полетах примерно на 20 и больше, наверное, процентов, то, конечно же, центры анализа данных потеряли, в принципе, эту информацию. И частично это, возможно, не критично, но частично это еще повлияло и на точность прогнозов. Потому что, в первую очередь, данные с самолетов используются для уточнения прогнозов. То есть, вирус и вот эта пандемия очень разносторонне повлияло на вообще ситуацию, на метеорологию в частности. То есть, получается, что прогнозы стали менее точными, ну, если вот сформулировать уже очень грубо. Ну, в принципе, не критично, но это буквально точность на пару процентов упала. Ну, вот возвращаясь к первой мысли Грета Тунберг, получается, она не права, что, призывая всех отказаться от, ну, сократить авиаперелеты, перемещения, мы, дескать, мы поможем тем самым природе, остановим глобальное потепление. Вот сейчас мы видим, что вроде бы все происходит по ее сценарию, но, как вы сказали, очень маленький выхлоп, результат на там сотая процента. Но это не значит, что это неправильно и что не надо этого делать. Мы видим эти изменения. Как я уже упоминала, предыдущий год был самым жарким. Это то, что мы почувствуем на себе. Эти последствия, они повлияют на все. И, то есть, это наоборот показывает, что тот темп, с которым мы работаем над уменьшениями климата, уменьшениями изменений климата, оно, этот темп недостаточен, к сожалению. Ну, то есть, в общем, надо продолжать, работать над собой усиленно. Действительно. Скажите, вот что мы все время используем такое понятие, как хорошая погода. Ну, есть такое вот плохая погода, хорошая погода. Вот что в понятии метеорологов хорошая погода? И где вот действительно такая погода самая лучшая? Вот самый лучший климат, подходящий человеку на Земле. Ну, я бы сказала, наверное, что нет плохой погоды, есть неподходящая одежда. Потому что обычно плохая или хорошая погода, это, скорее всего, я думаю, субъективная оценка. А так, любая погода, она хорошая. И для любой отрасли, может быть, нужен как раз дождь. Или наоборот, чтобы было меньше дождя. То есть, у каждой отрасли свои потребности. И говорить что-то, что это хорошая погода или плохая, мы, конечно, не можем. Мы можем единственное говорить, насколько она отличается от того, что нормальная, что является нормальным. Всемирная метеорологическая организация определяет норму как усредненные погодные условия за 30 лет. И на данный момент уже наступает новый период нормы. Мы сейчас работаем над пересчетом показателей за этот период. То есть, скоро мы планируем опубликовать норму уже за период с 1991 по 2020 год. И на ближайшие тогда 10 лет это будет как раз показатель того, что является нормальными погодными условиями, нормальным климатом в Латвии. То есть, получается, что норма меняется. И вот в ближайшее время нам надо ждать вот этих новых стандартов этой нормы, да? Действительно, да. Она меняется, как и меняется климат. Мы можем, конечно же, постоянно сравнивать, например, с периодом 1961 по 1990 год. Но поскольку все меняется, будут очень заметные разницы. И действительно, люди уже будут в памяти больше держать последние 30 лет, чем, например, 1961-1990 год. И уже этот период не будет ассоциироваться с климатом, с нормой и так далее. Ну вот я из своего детства очень хорошо помню, что лето, особенно июнь, июль, ну и вообще, да вообще все лето, и август тоже, было всегда очень дождливым и пасмурным. И, в принципе, мы все время, когда приезжали к нам знакомые, родственники, мы объясняли, что такая вот прибалтийская погода. Сейчас мы видим, что изменилось. Вот понятие этой нормы лета. Что нас ожидает в будущем? Насколько вот это увеличение солнечных дней, температуры, вот продлит ли нам лето? И не получается ли, сразу забегая вперед, то, что мы видим, как будто бы немножко сдвигаются времена года? Потому что уже, ну вот в мае люди ходят часто в майках без верхней одежды. Мы видим, что уже летние дни наступают довольно рано. Действительно, меняются сезоны в плане того, что, например, лето потихоньку становится длиннее, зима становится короче. И действительно, если мы смотрим сценарий изменения климата на будущее, у нас есть данные моделей до конца этого века, то есть до 2100 года, действительно наблюдается удлинение лета, увеличение количества так называемых летних дней, когда температура выше 25 градусов. Если раньше таких дней было примерно полмесяца, то к концу века ожидается, что таких дней может быть почти два месяца. То есть действительно, лето станет жарче, зима станет короче, и мы это будем наблюдать уже даже в ближайшее время. Насколько это может повлиять на распределение действительно туристов по всему миру? То есть какие-то, может быть, направления, которые сейчас очень популярны, могут ли они стать экстремально жаркими? Условно говоря, там, Египет, Турция и Испания та же самая, потому что мы видим, что летом, например, во Франции, в Испании очень много, чуть ли не даже смертельных случаев людей из-за аномальной жары. Вот то, что Латвия с ее таким более все-таки мягким, получается, климатом, может стать, наоборот, привлекательной для людей, которые не переносят перепады температуры. Да, действительно, изменения, они происходят глобально, и там, где было жаркое лето, оно станет еще жарче, где-то станет лето, например, засушливее, где-то дождливее. Это все происходит по всему земному шару, и, соответственно, у нас, да, станет теплее, возможно, эти условия станут благоприятнее для туризма, будем наблюдать. Каким прогнозам можно верить? Наверняка ведь есть огромное количество людей, у которых есть свои предпочтения, то есть есть приложения, которые скачивают в мобильных телефонах, есть люди, которые следят за прогнозами погоды, ну, по телевизионным каким-то каналам. Вот где самые точные прогнозы, кто на что опирается, какими прогнозами пользуетесь вы? В принципе, изначально прогнозы — это расчеты, основанные на физических процессах, это большие математические модели, и, то есть, расчеты прогнозов происходят в центрах моделирования, например. И, соответственно, разные метеоцентры берут информацию из таких центров моделирования, либо они сами производят моделирование. Например, те аппликации или сайты, которые доступны, к сожалению, не всегда известно, откуда они берут эту информацию, потому что некоторые центры моделирования, они, например, заточены под какой-то конкретный регион. Также и мы, как государственный метеоцентр, мы заточены под Латвию, под латвийские условия. То есть, у коллег, у них большой опыт прогнозирования именно для Латвии. Они знают территориальные особенности, они знают, как в основном у нас происходят процессы. То есть, коллеги-синоптики смогут точнее подготовить прогноз именно для нашей территории. То есть, кому нужно доверять? Латвийским синоптикам, получается? Ну, если вы смотрите про погоду для Латвии, тогда да. А если мы, например, планируем все-таки, кто-то планирует поездку за рубеж, нужно смотреть наши прогнозы или прогнозы той страны, где находится, куда он собирается? Лучше, конечно же, тогда той страны, потому что, как я уже говорила, местный локальный метеоцентр сможет точнее прогнозировать, точнее подготовить прогноз для своей территории. Ну, то есть, а кому вы даете эти прогнозы? Кто их получает? У метеоцентра очень много клиентов, и это бывают как и частные клиенты, которые занимаются каким-то производством, для которых очень важны погодные условия. Например, может быть, какие-то отрасли строительства. Также, конечно же, мы предоставляем прогнозы для государственных учреждений, для пожарно-спасательной службы, например, предоставляем прогнозы. То есть, список клиентов достаточно большой, но и, конечно же, мы предоставляем прогнозы для общественности. То есть, на нашем сайте всегда можно зайти, посмотреть, что коллеги прогнозируют. На каком сайте, может быть, сразу назовете, чтобы все услышали? Метео.лв. Метео.лв. Вот нашим слушателям говорим, куда нужно обращаться для того, чтобы получить самый точный прогноз погоды. А скажите, вот вы упомянули частные клиенты. То есть, это могут быть, например, я не знаю, связанные с сельским хозяйством, какие-то крупные компании, которые могут спрашивать вас, не будет ли лето там засушливым, или, я не знаю, производители мороженого, которым очень важно знать, что на следующий год там увеличивать мощность или, наоборот, сворачиваться. Такого рода. Действительно, клиентов очень много разных. И да, тоже есть клиенты из сельского хозяйства. Если мы говорим про сезональные прогнозы, то есть на несколько сезонов вперед, то в основном это такие примерные предварительные прогнозы в плане того, что они показывают больше тенденцию. То есть на данный момент прогнозы, например, сегодняшний, не скажут, что 15 июня будет дождь, например. Но они могут сказать, что лето будет, предположим, теплее, чем норма, теплее, чем обычно. И действительно, для некоторых организаций это может быть очень важно. Например, в энергетике планировать потребление, большее потребление энергии или нет. Если будет очень жаркое лето, может быть, все повключат кондиционеры, и, соответственно, нужно больше энергии, например. Ну, то есть такого рода вот запросы к вам, это коммерческие запросы, и получается, что ваше предприятие, отдел климата и численного моделирования может оказывать такого рода услуги на коммерческой основе, да? Конкретно мы с коллегами, мы больше говорим о том, что было. То есть мы говорим о климате. То есть к нам обычно обращаются какие-то организации, ну, например, к нам обращаются страховые компании, и они зачастую спрашивают, были ли действительно такие погодные явления, что мог наступить страховой случай. А насчет прогнозов, этим занимаются коллеги из отдела прогнозирования, но да, что к нам, что к ним, обращаются организации за им нужной информацией. Какие вот имеются в виду страховые случаи? Удары молнии, наводнения или что это там чаще всего в компании? Это может быть порывы ветра, например, потому что были, например, сильные порывы ветра, повалило дерево, дерево упало на машину, на дом и так далее. И если имущество застраховано, тогда, соответственно, человек может обращаться в страховую компанию, и им, соответственно, зачастую нужно оценить, были ли действительно эти риски, чтобы тогда уже принять окончательное решение? То есть не смухлевал ли человек, что-то подпилил дерево или каким образом? В таком роли, да? Ну, скорее всего, но это, конечно же, вопрос к страховщикам, что они потом делают с этой информацией, что мы им предоставляем. Вот если говорить глобально, опять-таки, о мире, сейчас прошли новости о том, что ученые волнуются ледник судного дня, как его называют, ледник, который запирает там, по-моему, какие-то другие ледники в Антарктиде, стремительно тает. И вот насколько вот эти какие-то прогнозы о том, что может повыситься уровень мирового океана, следите ли вы за этими вот какими-то вещами? Потому что в перспективе многие говорят о том, что в ближайшие десятилетия повышение уровня мирового океана может повлиять в том числе и на Ригу, поскольку она находится в непосредственной близости в Рижском заливе. И здесь, может быть, потребуются какие-то планирования или дампы или чего-то еще. То есть вот как вот с этим? К сожалению, я не слышала такой информации, что вы упомянули про ледник. Мы в основном стараемся следить за тем, что публикует Всемирная метеорологическая организация. Но если говоря про локально, про море, мы планируем в ближайшие три года, у нас начинается сейчас проект, и в ближайшие три года мы планируем исследовать изменение уровня моря и также планируем рассчитать прогнозы, как этот параметр будет изменяться в течение вот этого века. То есть аналогично, как у нас есть прогнозы, сценарий для метеорологических параметров. Мы также планируем рассмотреть гидрологические параметры. И, конечно же, эта информация потом будет доступна. И дальше уже министерство будет рассматривать эту информацию. Эксперты из отраслей будут также планировать, как дальше необходимо действовать. То есть это государственный заказ на вот эту работу? Да. Скажите, вот как происходит обмен информацией, поскольку мы видим, что в каждой стране, в каждом государстве есть своя метеорологическая служба, и насколько, скажем, полезно и целесообразно каждому государству вкладывать деньги в ту работу, которая, в принципе, может быть, дублирует друг друга, и объединение усилий может все-таки сэкономить и средства. И происходит ли сейчас какой-то обмен информацией? Обмен информацией однозначно происходит. Например, те же самые наблюдения. В каждой стране есть своя сеть станций. И в оперативном режиме страны обмениваются данными, посылают все наблюдения друг к другу. То есть, в принципе, мы достаточно оперативно видим данные, информацию, например, что происходит в Литве, какая погода. Но если говорить о, как вы упомянули, перекрывании, возможно, каких-то ответственностей, я бы не согласилась бы в плане того, что все-таки метеоцентр также оповещает общественность в плане, если будут какие-то опасные явления. То есть, насколько мне известно, сейчас синоптики оповестили, что есть желтое предупреждение о том, что, мне кажется, в Курземае будет снег. И то есть, этим занимается именно национальная метеослужба. Метеослужба оповещает общественность об опасных экстремальных явлениях. И ни одна другая страна не возьмет на себя такую ответственность, потому что это очень критичный вопрос в плане вообще гражданской обороны на случай, если происходит что-то очень-очень серьезный, катаклизм какой-то. То есть, поэтому каждый метеоцентр берет на себя такую ответственность. Но, тем не менее, вы обмениваетесь. Вы получаете информацию от соседних метеоцентров? Конечно, да. Чтобы быть в курсе того, что происходит в других странах, потому что, как мы уже обсуждали, процессы, они происходят, они перемещаются. То есть, то, что, может быть, сейчас происходит в Литве, этот процесс какой-то будет развиваться, и он постепенно дойдет, например, и до Латвии. И, конечно же, синоптики за этим следят оперативно. Вот это такое тоже субъективное понятие опасных явлений. Что считается опасными явлениями? Потому что все мы знаем, насколько там, например, россияне посмеиваются над европейцами, особенно там сибиряки, когда говорят, что выпал снег, и вот парализовало город, и они публикуют фотографии, когда зимой вообще снежный покров там достигает нескольких метров, и люди вот как-то выживают в этих условиях. Для них это, скажем, обычное явление норма, для европейца это катастрофа, это что-то вообще не бывало. Вот где эти границы, кто устанавливает эти границы? Ну, опять же, тут перекликается понятие, что такое климатическая норма, и, конечно же, это все очень локально. Мне кажется, недавно буквально на днях писали, что Испанию завалило снегом, по-моему, больше 50 сантиметров, и, конечно же, это парализовала система, потому что это необычно, это очень редкое явление, и система не запланирована для таких ситуаций. То есть, если, например, для Латвии снежный покров — это нормально, и есть, назовем это так, план действий, что делать? Вот выпал снег, у дворников есть план, у коммунальных служб и так далее. И, то есть, с этим можно достаточно быстро справиться. То есть, это не проблема, мы к этому привыкли. И, соответственно, действительно, может быть, для тех же сибиряков те 50 сантиметров или сколько выпало в Испании — это ничего страшного, потому что к этому привыкли. Ну, это норма погодная, это все перекликается с климатом. Если что-то происходит редкое, аномальное по сравнению с этой нормой, тогда действительно у этого явления могут быть достаточно катастрофические, может быть, своего рода, последствия. Я напоминаю начальника отдела климата и численного моделирования Лазийского метеоцентра Светлана Нискевич с нами на прямой связи. Вот Рижская дума, насколько с вами сотрудничает тесно, потому что мы понимаем, что это ведь, опять-таки, прогнозы имеют очень практические значения быть готовыми к снегопаду для того, чтобы расчистить магистральные дороги. Это нужно рассчитать, какое количество техники будет необходимо и, может быть, даже спрогнозировать на сезон, чтобы понимать, заключать договор или не заключать договор с компаниями, которым арендуется эта техника. Вот все эти механизмы, может быть, вы могли бы осветить нам? Как это происходит? Насколько мне известно, действительно есть договор между Рижской думой и метеоцентром, и мы предоставляем прогнозы. Я, к сожалению, не знаю, насколько и где потом Рижская дума их использует. Я предполагаю, что они используются для расчета, планирования уборки улиц, но, к сожалению, действительно я не могу комментировать. А планы для того, чтобы сделать Латвию и Ригу климатически нейтральными? Насколько вы видите в этом возможность осуществления таких планов? Насколько мне известно, Министерство защиты окружающей среды и регионального развития недавно опубликовало стратегию достижения климатической нейтральности к 1950 году. И там достаточно детально описано, какие планируются действия для того, чтобы достичь этой цели. Насколько, опять же, известно мне, эти действия разделены на два подхода. Планируется развивать технологические решения, то есть, например, уменьшать эмиссии в конкретных отраслях, потому что наибольшее количество эмиссий в транспортные отрасли, в энергетике. То есть, разрабатывать какие-то решения именно для этих отраслей. И также стараться менять привычки населения. Планируется ввести переработку бутылок пластиковых и так далее. То есть, это как один из примеров. И, соответственно, вот министерство разработало эту стратегию и будет планировать дальше действия. У нас звонок. Здравствуйте. Пожалуйста, вы в эфире. Да. Доброе утро. С интересом слушаю вашу гостю. Скажите, пожалуйста, ну, извините, может, вопрос немножко обывательский, но все же прокомментируйте хотя бы как-то. Вот когда говорят о климатическом оружии, о том, что там в статусфере можно что-то там разместить, что усиливает какие-то поля или, наоборот, ослабляет и как-то впоследствии может вызвать, например, ураганы или сильные порывы ветра. Это вообще, в принципе, на текущем технологическом этапе, который человеку доступен, возможно или нет? Спасибо. Спасибо. Действительно интересный вопрос про технологические возможности. К сожалению, действительно не смогу ответить, но я все-таки полагаю, что это невозможно, поскольку природа и атмосфера — это достаточно хаотичная система, и невозможно однозначно спрогнозировать с точностью, куда пойдет какая-то траектория, не знаю, например, урагана. В этом-то как раз и заключается проблема самих прогнозов. Мы не можем с точностью сказать, что вот через месяц будет столько-то градусов с точностью, не знаю, до десятых, или будет столько осадков. И в этом как раз и заключается проблема, что даже если какой-то гений сможет изобрести такую технику, очень сложно будет спрогнозировать и применить так, как это могло бы быть задумано. Поэтому я очень критична к такой идее, и я считаю, что это практически невозможно. Еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Алло, доброе утро. Так, будьте добры, наблюдали ли вы в небе такие полосы, которые принимают обычно за вот этот хвост от самолетов, да, конферсионный, да? Еще их называют химиотрассы. Так, и что у вас? Вы хотите узнать, наблюдали ли мы такие полосы? Наблюдали ли вы, и что представляют собой эти химиотрассы? Мало того, что я видела, ну, неоднократно, но я и слышала по радио подтверждение этому, что якобы, ну, что-то распыляется. Химиотрассы, они представляют собой сохраняющиеся такие лохматые длинные полосы, причем гораздо ниже, чем самолеты. У нас буквально там минуточка осталась. Вот если можно, не знаю, прокомментировать вопрос. Следы после самолетов действительно я видела. Такие трассы, о которых упоминает слушатель, не видела. Сложно комментировать. То есть качеством воздуха занимается у нас отдельный отдел, и, возможно, они бы смогли прокомментировать точнее. Ну и вот, может быть, подводя итоги, народные приметы, вот они работают или не работают? Насколько вы с метеорологами? Можно ли верить прогнозам метеорологов? Те, кто делает по народным приметам, предсказать. Как раз буквально перед Рождеством мы с коллегами проанализировали буквально пару таких примет. Они в основном были связаны с Рождеством. Например, снежное Рождество, теплое Пасха, что-то такого типа. К сожалению, они практически все оказались уже неправдивыми в нынешних условиях. То есть, возможно, когда-то раньше они работали, но сейчас климат меняется, и поэтому использовать приметы очень-очень сложно. Спасибо большое. Начальник отдела климата и численного моделирования Латвийского метеоцентра Светлана Анискевич была сегодня с нами на связи. Спасибо, хорошего дня и до свидания. Спасибо, всего хорошего.